Книга «Открытым оком». Тема «Обращение ко Христу». Седьмой том. Вопрос 1871. «Почему вы говорите, что когда люди уходили от суеты и занимались богомыслием всю жизнь, угождая Богу, то это не по Евангелии?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В вашем вопросе нет ни одного слова евангельского с вашим небогомыслием. Тогда пусть кто-нибудь на земле покажет мне, где такое Евангелие, где написано, что нужно жить со зверями и там всю жизнь охать и плакать о грехах своих, добиваясь прощения их. Я совсем согласен буду, что написано житья, при условии, что нет Библии на земле. Но Библия и житья – это совершенно несовместимые по авторитету сказания. «Нельзя же быть таким глупым, чтобы признавать за одинаковую ценность два взаимосключающих руководства, притом имеющие одну и ту же цель. Но ведущие дороги проторены в разные стороны и нигде не пересекаются, и обе очень уж прямые к своей цели. Вы сами будьте чуточку критичнее к своим воззрениям, не катитесь, как перекати поле, куда все – туда и я. Когда-то же придется встать лицом к лицу со Христом, и тогда начнется наш диалог с Ним, и разговор будет только точно по Евангелию». Евангелие Туанна, 12 глава, 48 стих. «Отвергающий меня и не принимающий слов моих, имеет судью себе». Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. «А чужой опыт, не схожий с Библией, – это угнетение духа и полнейшее разочарование и позор, и стыд, и мука вечная. И если вы живой и хотите быть радостным во Христе, то читайте Библию и по ней поступайте». Иларион Великий, 21 октября. «Посланный в Александрию для обучения наукам, он не только вскоре овладел всей той ученостью, о которой стремились Эллины, но хорошо ознакомился и с духовной премудростью. Уверив в Господа нашего Иисуса Христа, он принял святое крещение и во время частых посещений храма внимал словам божественной службы. Навыкая добрым нравом и всем сердцем своим, говоря любовью к Богу, он стал помышлять о том, как бы угодить ему. Услыхав о святом Антоне Великом, слава добродетель жизни которого в то время распространялась всюду, Иларион поспешил отправиться к святому, исполненный усердного желания видеть его. Не находя таким образом здесь полного уединения и безмолвия, Иларион не пожелал оставаться здесь, но решил отыскать такое место, где бы он мог пребывать наедине с Богом. И вне всякого шума и суеты, до такой степени измождал свое тело, чтобы от него остались только кости, покрытые кожей. Житие Семена Юродиева, 21 июля Старец имел обычай входить в дома богатых и играть юродствуя, причем он неоднократно любозал их рабынь перед всеми. Случилось одной рабыне знаменитого гражданина согрешиться одним длиннейшей и зачать от него, когда же дознано было, что она беременна, и госпожа спрашивала ее, с кем она согрешила. Не хотела рабыне объявить своего соблазнителя, но сказала, что чернец юродиво изнасиловал ее. Когда старец по обычаю прошел в тот дом, госпожа сказала ему, хорошо ли ты поступил, Семен, что изнасиловал мою рабыню, которая даже беременна от тебя. Старец же посмеялся ей, не заботься теперь, не заботься, пока она не родит, и будешь иметь маленького Семена. С того дня старец начал звать ту рабыню своей женой и постоянно приходил к ней, приносив чистого хлеба, мяса и рыбы, приговаривая, ешь, жена моя, ешь. Когда же пришло время роду, разболелась та женщина, и три дня не могла родить, и приблизилась к смерти. Госпожа ее обратилась к святому, просяявая, помолись, старец, Богу, потому что жена твоя не может родить, а он, играя и ударяя в ладоши, прибавил. Клянусь Иисусом, клянусь Иисусом, не родится у нее ребенок, пока не признается, кто его отец. Слыша это, мущаясь родами, открыла правду, что оболгала неповинного инока и назвала своего соблазнителя, с которым согрешила. Тогда родила ребенка, и начали старца считать цветы, а другие говорили, что он волхвует действенность сатаны, ибо еродив и бесноватый.